Вот привет! Вот знакомлю вас с Иван-чаем. Это такое растение, из которого издавна делают чай, который после ферментирования, сушки, очень похож на обыкновенный черный. Многие-многие годы люди его используют. Я его никогда не собирала, совсем недавно узнала, что эти прекрасные розовые цветочки, это и есть цветочки Иван-чая, собирают у этого растения, что, кстати, очень редко, в основном собирают цветы, но у этого растения собирают листья, цветы не трогают, они вообще непригодны к чаю, только для красоты, но зачем? Пусть размножаются, пусть семена у нас завязываются, зачем нам мочить цветочек? Вот нас будут интересовать только листья. При этом, если правильно эти листья срывать, то никаких повреждений самому растению это не принесет. Вот, как мы его будем заготавливать, я тоже буду узнавать вместе с вами, методом проб, ошибок, спрошу у кого-нибудь. Однажды я уже пробовала ферментировать листья груши, яблони, ну, как-то что-то получилось, даже заваривала, даже это было вкусно, но не мое, мне более нравится что-нибудь из растений. Ну, посмотрим на это растение, которое называется Иван-чай поближе. Ну, могу сказать одно, на что я снимаю, не передает всего цвета. Цвет более к сиреневому, к фиолетовому, ну, что-то похожее в этом есть. Вот такой вот цветочек. Вот несколько пилюсточек, они, видите, вот без нижнего, то есть четыре. Вот видим, да, раз, два, три, четыре. Посредине пестик очень такой хороший, такой добротный, то есть от цветка на целый сантиметр выпирает. Вот такие еще четыре полупилюсточки, и внизу нету, ни на одном из цветочков внизу нету, то есть их четыре. Место расположено под пять, но их четыре. Вот икон запущенный, практически еще не отсвешенный, вот, сложился. То есть захотел отсвести, оп, сложил, ну, как конвертик. Ну, вот такие листики. Вот иногда с листиков выходят такие пазынки. А листик сам по себе длинный, довольно-таки длинный. Вот растение поменьше. Вот длинный такой листик. Идет по одному, по одному, по одному, по одному, по одному, по одному, аж до самого низа. Вот он идет по одному, листик. И обрывать нужно листики. Как говорят, можно, если много, да, вот так берешь, так сверху и потянул к низу, и потянул к низу, да, чтобы вот они вот пошли обрываться. Но у меня есть время, и при этом мне не нужно его в таких количествах. Я побрываю некоторые листики. Все равно в этом году я попробую его сделать немножко, чтобы и растение не испортить, и на вкус попробовать. Потому что хвалят-хвалят, но я не пробовала. Вот, хочу показать на маленьком, как рекомендуют листики срывать. Вот так берешь и тянешь. И тянешь, 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 и остается в руках вот такое количество листики. То есть вот таким вот образом. Вот так мы обрабрали это растение. Вот, какие-то листики оставила, какие-то убрала. Хуже растению от этого никак не стало. Здесь тоже, еще будет цвести. Поэтому оставим это в покое. Пойдем поищем еще. По-любому они есть. Раз цветут, раз здесь встречаются. Лес большой, в той стороне озера. Наверное, там будет их больше, этих растений. Ну, могу сказать, В этой местности недостатка с таким растением, как иван-чай. Нет, как оказалось. Вот. Главное, чтобы появился какой-то интерес к этому. Потому что сколько раз здесь раньше бывало, в жизни не обращала внимания на него. Читала, что-то слышала. Интересно было. Но, но, но. Никогда не обращала внимания. Ну, я думаю, что и дальше их будет много. Нарвем. И дома уже будем его пытаться засушить. Правильно засушить. Потому что можно засушить и неправильно. Просто взять, кинуть в сушку или положить на подоконник, чтобы вот неправильно. Вот. Нужно это делать так, как положено. Кстати, обрываю листики только у тех растений, у которых есть цветы. Почему? Просто, ну, очень интересные листики. Ни одно растение имеет такие листики. Не хочу ошибиться. Поэтому буду обрывать только у тех, у кого вижу цветочки. Также вам рекомендую, если вам интересно. То есть, вот, если посмотреть дальше, можно сказать, например, что это тоже это растение. Да? Ну, ладно, это согласно. Вот это растение, это оно. Ну, здесь уже пошла жара. Видите, вот у этого растения тоже очень похожи листики. Вот цветет оно так, а листики похожи. Смотрите, вырвем это. Листик желтого цветочка. И вырвем листик иван-чая. Вот тот, который цветет. Смотрите. Вот. Белые полосочки. Также расположены вот эти вот жилочки у листочка. Ну, то есть, вот, как ты скажешь, что это листочки разных растений, которые при этом еще растут рядышком, да? Ну, то есть, вы видите, листочки только у тех растений, которые уже на данный момент цветут, и вы точно не ошибетесь. Ну, зачем нам какие-то сюрпризы, правильно? Вот еще нужно очень аккуратно обрывать листики, потому что на них любят сидеть различные насекомые. Муравьи, какие-то букашечки. Они нам не нужны, и вам же не нужен зимой чай с протеинчиком, правильно? Вот лазят мурашечки. Поэтому стараемся это делать аккуратнее. Вот такие вот галыши после меня остаются. Ну, вот, не полностью я листики обрываю. Не знаю, не люблю издеваться над растениями. И, опять-таки, собираю только у тех, которые цветут. Может быть, потом попозже, с опытом, в следующий год, через год. Ну, вот этот я не трогала, хоть это и он. Вот. Это непонятно для меня, например. Может, кому-то уже все и понятно. Но желательно уже цветущие. Мне так надежнее. Вот такая вот гадость любит лазить по этому растению. Все знаем, что это вонючка. Поэтому попробуйте ее не уцепить руками. Вот она улетела. Потому что оно очень потом будет неприятно. И вам, и, возможно, вкус даже у самих листьев подпортится. Но кто кушал это чисто случайно или облизывал что-то после этого, тот меня поймал. Ну что ж, на сегодня, думаю, закончу собирать вот этот вот чай. Листья, да? Иван-чая. Для первого раза, я думаю, это будет достаточно. Я не знаю, сколько здесь. Вообще, я читала, что сушить и ферминировать чай лучше всего от одного килограмма сырого сырья или двух килограммов. Ну, чтобы вот так плотненько, чтобы его скрутить. И вот так вот он постоял. Ну, я не знаю, мне столько не нужно. Тем более для начала. А может быть, мне и не понравится. Вот. Потому что, видите, нужно еще эти листики перебрать. Потому что некоторые из них такие вот поврежденные. Ну, переберу. Тем более, зачем мне рвать его большое количество, если его еще перебирать придется. Вот. Отдельно хочу сказать о запахе сырых листьев. Он такой сладковатый, кисловатый. Вы знаете, похоже на запах листьев щавля, но если бы они были немножечко слаще. Он такой приятный, приятный запах. Я говорю, чем-то похоже на сладкий щавель. Что ж, заберем это домой. Будем делать чай. Будем надеяться, что все будет вкусно. И у нас все получится. Так что, спасибо вам за внимание. Оставайтесь со мной. И встретимся во второй части, когда мы будем с вами делать чай. С такого растения, как и вам чай. Ну, что, само собой, подразумевает, что его нужно пить.